Проведение форума «Россия – спортивная держава» – большая честь для Нижегородской области, говорит Глеб Никитин, открывая международные события. Программа на стадионе Нижнего Новгорода насыщенная. Один за другим проходит подписание соглашений. Наша область теперь будет сотрудничать с федерациями скейтбординга, регби и футбола. Слова скрепили подписями. Мы имеем уже очень хорошую инфраструктуру, естественно, в первую очередь созданную для подготовки к чемпионату мира. Это и базы команд, это и тренировочные площадки, поля, это, естественно, стадион. У нас увеличилось по итогам проведения чемпионата количество занимающихся футболом. Это сейчас самый популярный вид спорта в Нижегородской области. И мы можем теперь с уверенностью утверждать, что никогда на уровне федерации Нижегородская область не будет признана нефутбольным регионом. Прекрасный стадион, ну и, конечно, это футбольный регион, и жители Нижнего Новгорода любят футбол. Ну и также я, конечно, хочу отметить ту системную работу, которую проводит руководство региона для развития футбола, для создания условий для занятий футболом. Работают детско-юношеские школы, учреждения спортивной подготовки, и многое уже сделано. Но вот с подписанием этого соглашения, я думаю, что мы уровень и качество этой работы выведем на более высокий качественный уровень. Все участники форума собираются на пленарное заседание. Основная тема – развитие спорта в интеграции с мировым сообществом. За оживленную дискуссию отвечает министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. В два часа дня к спортивному событию присоединяется президент Российской Федерации Владимир Путин. Сразу после заседания глава государства посещает выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы». Он задерживается у стында Федерации бокса России, где главе государства дарят бриллиантовую боксерскую перчатку с инициалами чемпионов мира. От боксерского мирового сообщества, вот такие вот от нас. Спасибо большое. С бриллиантовой перчаткой. Красавец. Здесь инициалы наших ребят, кто стал чемпионом мира. Красавец. Спасибо. Желаем вам крепкого здоровья. Спасибо. И вам тоже болезнь. Спасибо. Боксеры просят Путина прийти на тренировку. Особенной локацией форума становится павильон «Нижний 800». Губернатор заявлял, такой форум обязательно будут сопровождать культурные события. Внутри этого куба аудиовизуальная инсталляция. Видеостены рассказывают о территории Нижегородской ярмарки. В 3D-проекции возвели выставку 1896 года. По крупицам год за годом узнаем, как менялось пространство. Наверное, самым тяжелым временем на стрелке были 90-е и нулевые годы. Время, когда вымирает порт. Время застоя. Время, когда по гаузу выглядят вот так. Их еще не распаковали. О них вообще все забыли. Но все на этой территории скоро может измениться. Об этом говорит губернатор Глеб Никитин, президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава региона проводит экскурсию в будущее. Для Ольги Голодец, Игоря Комарова и Владимира Путина. Глеб Никитин представляет концепцию создания культурно-образовательного центра на Нижегородской стрелке. Это будет здание филармонии на тысячу человек, 15 тысяч квадратных метров. Вот это мы зашиваем в стекло сами по гаузу, вот эти деревянные. Значит, слой один, расчет идет о том, что они больше одного слоя не выдержат. Поэтому внутри делается чехол, чтобы обеспечить климатический режим для выставочных пространств. Это внутри уже идет выставочное пространство. 4200 квадратных метров событийное пространство, примерно до 600 человек, это только в Патт Гаузе. Сама филармония, как я уже сказал, это полторы тысячи метров. Это действительно объект, который я хотел бы, чтобы был как седминская опера, я извиняюсь, символом страны, не только города, чтобы его вот прям узнавали. Вот видите стекло? То есть, когда ты находишься внутри концертного зала, ты видишь рассвет и территорию. Это лучше, чем в Сибири намного. Мы хотим, чтобы выглядела Стрелка как место силы и развития. Это не девелопмент, Вадим Ильич. Это, на самом деле, перешивка социально-культурной ткани города. Владимир Путин и Глеб Никитин участвуют в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Обсуждают роль субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта. Президент призвал развивать те виды спорта, которые побуждают людей к заботе о собственном здоровье. Ведь у всех ярких стендов, больших площадок и заседаний со сложными названиями одна цель – сделать спорт популярнее и доступнее для всех россиян. К 2024 году в Нижегородской области должны заниматься спортом более 55% населения. Такую задачу поставил президент и, судя по старту форма, она выполнима. Со стадиона Нижний Новгород Александр Шеломцев, Михаил Городников, Владимир Гайдай, Максим Веселов. Время новостей.